Итак, чего ждать дальше в отношениях с Польшей? Вот, например, Венгрия уже обещает блокировать любые проукраинские инициативы в Европе. Может ли еще и Польша стать такой же недружественной для Украины страной? Важно это понимать хотя бы потому, что все ключевые решения в Евросоюзе принимаются коллегиально. Чтобы даже относительно простые вопросы о предоставлении новой финансовой помощи Украине были решены, нужно согласие всех стран-членов ЕС. Да, и те же санкции против России продлевают после коллективного решения. Давайте обсудим эту тему с политологами. Прямо сейчас на связи с нашей студией Владимир Фисенко и Вадим Карасев. Пожалуй, самые известные украинские политологи, чьим оценкам точно можно доверять. Владимир, давайте начнем с вас. Как вы считаете, вот после этой встречи двух президентов Украины и Польши, можно надеяться на то, что конфликт между нашими государствами все-таки закончится? Или это было временное затишье? К сожалению, причины этого конфликта достаточно глубокие. Они связаны в том числе с идеологической позицией правящей в Польше партии право и справедливость. Поэтому на сегодня можно говорить о том, что снято напряжение. А вот говорить о том, что конфликт полностью преодолен, конечно же, еще рано. Надо отдать должное усилиям двух президентов Украины и Польши. Они постарались не допустить дальнейшего развития конфликта и снять текущее напряжение. А также заложить предпосылки для того, чтобы этот конфликт не развивался дальше. Но, тем не менее, я думаю, проблемы еще остаются и успокаиваться рано. Насколько осторожной должна быть сейчас политика и риторика и украинских чиновников, и украинских политиков по отношению к Польше? Как вы считаете, вот вы говорите о том, что нужно закладывать какие-то предпосылки для примирения. Как должна себя вести все-таки Украина? Ну, мирно или наоборот наступательную политику? Я думаю, что мы должны вести себя... Я думаю, что украинская сторона должна себя вести гибко, взвешенно и ответственно. И, в принципе, если не считать позиции того же Ветровича, заявлений некоторых политиков, наши государственные руководители ведут себя именно таким образом. Вот польские руководители, в частности, министр иностранных дел, некоторые другие представители польской власти и правящие партии, они позволяют себе, ну, мягко говоря, не очень дружественные высказывания, достаточно конфликтные заявления. И вот это создает, собственно говоря, проблемы. Иногда провоцирует эти проблемы, особенно с точки зрения поведения, скажем так, рядовых политических активистов. Поэтому политическая ответственность, гибкость, взвешенность, вот это самое главное. Владимир, а чего ждать тем семьям украинским, у которых родня, таких семей очень много, родственники работают в Польше? Не отразится ли это на наших зарубичанах в этой стране? Как вы считаете? Нет, ну, если уровень конфликтности будет нарастать, то, конечно же, это может приводить и к каким-то антиукраинским настроениям в Польше. К сожалению, такое возможно. Но на сегодня, мне кажется, обе стороны, особенно, вот, еще раз подчеркну, два президента, они заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими странами оставались в рамках стратегического партнерства, и чтобы возникающие конфликтные темы снимались, и страны все-таки думали о совместных действиях. Поэтому пока я думаю, что вот конфликтные какие-то тенденции, они находятся хотя бы под относительным контролем, но риски все равно остаются. Поэтому обе стороны должны действовать взвешенно и ответственно. Продолжение следует...